В начале 2000-х я вел траурные митинги в день жертв политических репрессий у Словецкого Камня. Я не видел столько цветов у одного памятника. Этот траурный митинг длился часами, потому что люди подходили и подходили. И я стоял там и видел, что это должно быть как-то иначе, потому что не хватало ни места всем, ни времени всем. И именно мемориал смог придумать, найти и проводить каждый год эту поразительную акцию «Возвращение имен», которая стала неотъемлемой частью не только жизни Москвы, но и жизни России. И дало возможность и тем, у кого погибли люди в период политических репрессий, и стали жертвами политических репрессий, и всем остальным, и молодому поколению, осмысливать и понимать, и отдавать дань памяти этим жертвам. И вот с первого дня, когда появился мемориал, а вот это было очень уже давно, но с первого дня казалось, что он был всегда, потому что никуда эту память не деть, она никуда не делась. И он так, естественно, достойно, подлинно смог это все проводить, организовывать, помогать огромному количеству людей, чтобы представить себе сегодня, что этого может не быть, что это может кто-то закрыть, запретить. Просто невозможно. Это естественное и абсолютно уже вросшее в нашу землю, в наш город, в нашу страну, да во весь мир. А не просто какой-то вот еще одна комнатка, еще одна дверь. Есть такие точки на теле, кажется, одна точка, но вот ее случайно заденешь или не случайно, и сковырнешь, и так можно и не выжить после этого. Это любой врач вам скажет. И да, неудобное у нас прошлое, не только у нас, во многих странах, но мы должны жить вместе с ним и делать вид, что этого нет, невозможно. И одновременно я был на открытии памятника жертвам политических репрессий в Москве, и там выступал и говорил президент. Открывается Государственный музей ГУЛАГа и ведет огромную работу, и, кстати, совместно с мемориалом. Сейчас только что мы отмечали юбилей Сахарова, и будет открываться в Москве достойный, я надеюсь, памятник академику Сахарову. Тому самому, который создал и был изначально в основе мемориала. Невозможно себе представить, что мемориала не будет. Наверное, в его огромной деятельности можно к чему-то прицепиться. Что-то там может оказаться ошибкой или чем-то еще, но это абсолютно не повод, чтобы запретить или закрыть. Это повод, чтобы уточнить, чтобы развиваться вместе. Потому что без памяти, без неудобной памяти, без осмысления прошлого, без той достойной международной деятельности не сможем мы жить. И я считаю, что такое закрытие ударит, конечно, не просто по мемориалу. Он ударит по всей стране, да по всему миру. Я считаю, что образ России станет другим. И мне кажется, это совершенно непоправимое действие. Я надеюсь, что этого не произойдет.